Для детей, достигших 14 лет. Фамилия Милаян, Сариколи у всех на слуху. Местный предприниматель активно занимается благоустройством поселка, где-то даже восстанавливая заброшенное и разрушенное. Например, этот животноводческий комплекс. Пока небольшой, но это пока. Шкот здесь казахско-белоголовые, там у нас 30 голов. И эти белые, ауликольские коровы. Ну, сейчас уже начали они там телиться. Телятся половину. Ну, не половину, а меньше половины потелились уже. Там, здесь у нас эти прошлогодние телята, бычки тут. Ну, а когда там 130 голов у нас коров? На самом деле, эти коровники и загоны были восстановлены из заброшенных старых зданий. Была проделана большая работа. Однако, главное, как известно, начать. Тут не только буренки и молодые бычки, но и мелкий рогатый скот. Молодым барашкам два месяца от роду. А также есть прекрасные горделивые лошади. Лошадей у нас, ну, у нас, как, здесь сейчас кобылки. Этих стрягунков молодых отбили, там, полторашек на откон поставили. Сейчас, в данный момент, здесь, короче, 14 хороших, ну, кобылок жиря было, как. Ну, 30 голов больше лошадей. Чем больше таких хозяйств восстанавливается в селах, тем лучше для его жителей. Начиная с того, что это дополнительный стимул для местной экономики, заканчивая новыми рабочими местами. В Сариколе очень много предприимчивых людей. И один из них – Женебек Булигенов. Он пробует себя в разных направлениях бизнеса, но настоящая его страсть – это теплицы. Мы уже здесь были год назад, в начале лета. Но настоящий эффект посещения теплиц производит, когда вокруг сугробы и морозы, а внутри яркая зелень ростков. На данный момент мы находимся в маточной комнате. Ну, так я ее называю. Это теплица. Ну, теплицей ее не назовешь. Это, скорее всего, какой-то климатрон определенный. Почему? Потому что, вы заметили, она низкая, чтобы тепло не уходило вверх. Здесь у нас получки, освещение идет. То есть, это теплица независима от погодных условий. Вообще, теплицы делятся. Есть у нас, например, кто занимается тепличным хозяйством. Это Голландия в основном и Израиль. В Голландии у нас там такой умеренный климат, хороший, не резко континентальный, такой спокойный. И там, соответственно, теплицы более-менее теплые. В Израиле, наоборот, там же жаркое лето. Там нужно, чтобы защититься от солнца, чтобы солнце не было таким палящим. И здесь мы вот как раз именно в этой концепции, в этой теплице, мы совместили и голландскую систему, и, получается, израильская. Потому что у нас резко континентальный климат. Внутри есть система отопления, но когда там были мы, несмотря на минус 20 снаружи, леденящий ветер, отопление не работало. Внутреннее тепло целиком и полностью заслуга солнечного света. Растения чувствовали себя просто прекрасно. А их количество здесь выражается тысячами. Ну, здесь примерно где-то сейчас высажено около 60 тысяч питоний. Вообще у нас ставка будет где-то 100-120 тысяч рассады. Но это будут и помидоры, и перец, и баклажаны, и другие цветы. Потому что помимо цветов питония, которые сейчас уже как бы немножко приелось, у нас еще есть очень много других цветов. Это мирабелис, который мы сейчас будем высаживать, агератум высаживаем. В общем, разнообразие очень большое, поэтому здесь есть куда у нас разогнаться. Стены этих теплиц повидали не только питуньи. Тут росли и грибы, и китайская капуста. Но люди не слишком спешат пробовать новую экзотику. Поэтому сейчас здесь очень много зеленого лука, чистого, без разных химикатов. Но полезнее был бы шпинат. Заместо лука я бы рекомендовал бы шпинат. Потому что шпинат – это кладец витаминов. Особенно сейчас в наше время он очень такой незаменимый. Потому что, вы сами понимаете, не хватает нам витаминов. А вот именно в шпинате все есть. Вообще его приравнили к детскому питанию. Вот поэтому. Но мы его выращивали, выставляли на рынок. Вот, развозили по магазинам. Он не так идет, как наш лук. Женебек Булигенов не из тех людей, которые ждут милости от жизни. Он, что называется, старается взять быка за рога, пробует себя в каждом новом деле, которое считает перспективным. И, как правило, добивается своего. Например, решил заняться огородничеством и реализовал планы. Мы в этом году, в том году, мы обратились в сельхозотдел. У нас там есть такой Нариман Исхакович. Это очень хороший человек. Мы обратились к нему, и он нам посоветовал. Вы можете взять на семью, вот, один гектар, на каждого члена. Ну, соответственно, мы воспользовались этим моментом. И, соответственно, у нас в этом году, мы уже в том году распахали, и в этом году у нас будет свой огород уже в Сарапольском районе. Главная проблема малого бизнеса на селе – это трудности с кредитованием. Во-первых, как уже говорили предприниматели из других районов в нашей программе, в банках второго уровня недвижимость в селах в залог не берут. Во-вторых, ставки слишком высокие. На огород, да? Это надо с первого распахать. Средства нужны? Нужны. Это надо купить семена. Средства нужны? Нужны. Это надо засеять его. Опять же, средства нужны. Нужно выдать зарплату рабочим. Так же? Так же. И потом только мы осенью получаем результат. Осенью, да, мы часть можем продать, часть можем рассчитаться и потихонечку. Но до этих операций, посмотрите, целый год, получается, мы просто работаем. Соответственно, у нас этих денег не хватит, которые мы имеем. Здесь нужно открывать кредитную линию, но только такая, которая именно для производителей нужна кредитная линия, которая наименьшим налогом облагалась. Не налогом, а наименьшей, меньшей ставкой, процентной ставкой. Несмотря на определенные трудности, тепличный бизнес растет, а ближе к лету в буквальном смысле будет расцветать. Ну а судя по неисчерпаемой энергии хозяина этого царства растений, огородный бизнес тоже даст богатый урожай. В Сарикольской школе имени Умурзака Султангазина мы когда-то побывали, чтобы рассказать про ремонт. А теперь приехали еще раз, чтобы показать важное событие. Здесь появился свой музей, посвященный знаменитому ученому. В нашем музее мы можем в рамках программы «Руханиженгерупа» знакомить детей с жизненным путем, с биографией Умурзака Султангазина. В стенах музея проводятся классные часы, открытые уроки, посвященные этой теме. В этом году знаменитому ученому исполняется 81 год со дня его рождения. В этом музее мы можем познакомить учащихся и с его работами, и научными трудами, и статьями. Средства на организацию этого музея собирали, как говорится, с миру по нитке. Большую помощь оказали местные предприниматели, руководители предприятий, крестьянских хозяйств. Но работы еще много. Бизнесмены Сары Коля помогли открыть этот музей. На деньги спонсоров куплены такие нужные для музея вещи, как стенды, шкафы, рамки для экспонатов. Выпускники нашей школы приходят сюда знакомиться с жизнью казахстанского академика. Но не все, к сожалению, о нем знают. Наша цель – чтобы о нем узнало как можно больше людей. Кроме музея здесь можно отметить и другие обновления, например, в коллективе. Недавно сюда приехал молодой специалист, преподаватель английского языка, и чувствует себя вполне комфортно. Я закончил Костанайский педагогический колледж в 2021 году по специальности учителя английского языка. По окончанию колледжа в августе 2021 года я приехал работать в Сарокольскую школу, общепризывательную школу имени Умурзакова Султангазина. После того, как я устроился в школу, директор школы Сманов Ирлан Кенжибекович познакомил меня с коллективом. Общий язык с коллективом я нашел очень быстро, так как коллектив дружелюбный, открытый, сплоченный. Как и многие другие специалисты, Раенбек высоко оценивает эффективность государственных программ, направленных на приток квалифицированных работников, выпускников вузов, сельские учреждения. Программа с дипломом в село. Я считаю, что программа очень эффективная, так как ты, по сути, жертвуешь своим комфортом, то есть едешь в село, но, тем не менее, то есть те выплаты, которые делает государство, и та помощь, которая идет самому селу, то есть все больше и больше молодых специалистов именно едет по этой госпорте, так как, во-первых же, ну, естественно, это высокая заработная плата, во-вторых, то есть тебе предоставляется жилье, то есть это очень удобно, то есть там, если не ошибаюсь, то есть в течение трех годов это жилье, то есть, как сказать, ипотека, так сказать, выкупается, и, соответственно, у тебя свой дом есть. Ну, почему бы, как бы, не воспользоваться этой программой и ехать в село? В целом, сельские школы всегда являются хорошим стартом для выпускников вузов, потому что здесь они получают бесценный опыт и заодно могут обзавестись собственным жильем, а сами школы имеют очень хорошие условия для педагогической деятельности. Наша школа открылась в 2007 году. Сегодня у нас учится 83 ребёнка, коллектив 26 человек. За эти 14 лет мы достигли немало. Например, наша вокальная студия под руководством учителя музыки стабильно занимает высокие места не только в областных конкурсах, но и в республиканских и даже в международных. Брали гран-при. Учитель технологии открыл секцию шахмат, которая тоже показывает хорошие результаты на соревнованиях. С учёбой тоже всё отлично. Три года подряд были на первом месте на районных олимпиадах. В 2020 году набрали 90,2 балла по ЕНТ. Это самый высокий балл по району. Вот так изменяется школа и в плане оснащения и наполнения, и в плане обновления коллектива. Сегодня каждое такое учреждение образования старается достичь максимального уровня, чтобы повысить качество обучения. От образования школьного отправляемся в следующее звено. Сарекольский колледж. Так совпало, что здесь в день нашего приезда проходила диалоговая площадка с работодателями. По велению времени колледжам дали экономическую свободу. И сегодня на базе нашего колледжа будет проходить диалоговая площадка совместно с работодателями, с нашими социальными партнерами, которые находятся на территории Сарекольского района. Фактически получается, что мы сейчас разрабатываем учебные программы по согласованию с работодателями. И готовим тех специалистов, которые нужны не только нам, не только нужны работодателям, но и это веление времени на данный момент. Мы хотим сегодня их выслушать, наших соцпартнеров, работодателей, и учесть все их мнения для того, чтобы внести изменения в эти учебные программы. То есть здесь ориентируются на кадровые нужды реальных работодателей, поэтому в холостую колледж не работает. Зачастую здешние студенты устраиваются на работу, так сказать, заранее, во время прохождения практики на предприятиях. Они не только являются соцпартнерами, они не только являются нашими, можно сказать, друзьями, но они нам еще помогают в трудоустройстве. То есть фактически наши студенты трудоустроятся на этих предприятиях. На данный момент у нас обучают студенты по дуальному обучению. Это 60% всего обучения проходит на предприятии этих наших социальных партнеров. Поэтому у нас очень тесная взаимосвязь с ними, мы с ними очень плотно работаем и очень надеемся на дальнейшее сотрудничество с ними. В Старокольском колледже есть все условия для обучения действительно квалифицированных специалистов. Практически каждый кабинет можно назвать специализированным. Здесь, например, изучают внутреннее устройство машин и механизмов. А здесь разбирают работу компьютера в целом и каждой его составляющей по отдельности. То есть при желании можно стать специалистом как в пользовании информационными технологиями, так и в сборке комплектующих. Тут кипит бурная студенческая жизнь. А это не только учеба, но и спортивные состязания. В колледже есть секция армейского рукопашного боя, где некоторые студенты добились значительных успехов. Например, в прошлом году Дмитрий Барабаш стал в своем весе чемпионом мира по абсолютному реальному бою. Это спортивная версия армейского рукопашного. Несмотря на название, это не опасный вид спорта. Наш вид, он самый менее травматичный. То есть у нас закрытый шлем, железная маска идет. То есть жилет у нас есть, накладки на ноги, краги специальные, чтобы руки не травмировать. Еще здесь есть собственный театр. Он совсем молодой, но актерская труппа уже внушительная. Заведено всего-то, выпила битом компота. Съела 45 ватрушек и вареников из суши. Съела 25 котлет, а аппетита так и нет. Решили, что ребятам обязательно надо себя куда-то одевать. Особенно тем, которые живут в общежитии. Ну а как их еще привлечь, если не театр? Театр он ведь и лечит, поэтому так подумали и решили, что театр он важен, он нужен и он будет. Вот, пожалуйста. Он есть. Костюмы шьем сами. Благодаря детям, благодаря коллегам, которые меня поддерживают, несем ткань. В общем, это все делается на дому. Все шьется. С первого взгляда уже на входе в колледж чувствуется, с каким вниманием не только к процессу обучения, но и к условиям быта и к атмосфере внутри учебного заведения относятся здесь. Это проявляется уже в интерьере, созданном со вкусом и уютом. Так что успехи учащихся – закономерное следствие кропотливой работы и профессионального отношения к своему делу. Вот таким вышло наше путешествие в Сарокольский район. Тут живут предприниматели, которые и сами на жизнь не жалуются, и другим помогают. Есть отличные примеры разных звеньев образовательной системы. А я напоминаю вам, что вы можете сами предлагать свои темы, обращаясь по контактам, которые вы видите на своем экране. Мы приедем и расскажем вашу историю, если она достойна того, чтобы ее показали в нашей передаче. Субтитры создавал DimaTorzok